приветствую всех друзья сегодня я отвечу на один из наиболее частых таких задаваемых вопросов на канале по поводу шуруповерта это как переделать шуруповерт на 12 вольт я собственно не снимал такое видео про шуруповерты 12 вольт просто в одном из видео я по моему делал клетку для цыплят и использовал шуруповерт как раз на шнуру это шуруповерт другой но они у меня тоже несколько слов скажу сегодня фирмы vortex у меня снято о нем видео уже в общем самим шуруповертом как шуруповертом я доволен он у меня уже по моему два года я не помню когда снимал видео может два может три но есть один дефект с которыми столкнулся из-за которого я как говорится не стал бы его рекомендовать не знаю может быть это единичный мой случай может быть это у многих такое сказать не могу но я с ним столкнулся сам шуруповерт легкий компактный удобный как бы нареканий нету за исключением одного и так значит идем как же переделать шуруповерт это мой старый диодовский шуруповерт конечно не читает ему видите размеры его да я уже об этом говорю но у них есть один недостаток секунду это вот такие вот аккумуляторы сейчас значит что я не ставил это шуруповерт у меня эти аккумуляторы не заряжались уже лет 7 я их через полгода не у меня перестали держать заряд и я их просто списал их день заряжаешь там они садились там я не знаю за 10-20 минут он садился это никелев никелев по-моему да здесь стоит вот в этом шуруповерты литиевые это никель кадмиевый по-моему так они называются я не помню точно но вроде так значит у этих шуруповертов проблема аккумулятора они боятся полного разряда но не у них нет эффекта памяти то есть их можно заряжать перезаряжать не не ждать до конца разряда взяли перезарядили в таком плане но как бы как бы она не боится единственно что их нельзя хранить разряженными у них теряются они боятся мороза ну и в таком плане мало мало дефектов скажем то есть не дефектов а отрицательных нюансов здесь же эффект памяти присутствует поэтому их нельзя их нужно разряжать в ноль по моему так и заряжать до конца чтобы набирали полную емкость иначе они потом не дозаряд этот он просто теряется сколько вы не дозарядили по емкости он начинает так и держаться значит это по аккумуляторам и так пробежались что делать шуруповертом значит я с ним вообще ничего не делал именно на тот случай это у меня шуруповерт гаражный он лежит все время этим я пользуюсь дома там гипс крутить потолки стены но неважно куда-то сходить где-то что-то он у меня переносной не выбрасывать же я его прикрепил закрепил за столом вот он у меня на шнуру работает вот видите он не останавливается он его отпускает он продолжает крутиться здесь у меня уже отломалось я переделал реверс ну неважно работает он уже практически давно у меня много очень работ переделал делал я его переделал но ничего не нужно здесь для переделки это как переделает шуруповерт ничего не переделал я в нем собственно ничего не переделал для того чтобы он работал нужно покажу вам вот такое вот пускозарядное устройство я сюда вставляю шуруповерт вот ну и ток ток достаточно чтобы был это у меня зарядно-пусковой но он конечно запустить на нем не получится но нужно ставить потоку на максимум там у меня стоит не 8 9 ампером на пусковом тогда он работает если же я вот смотрите это на пуске стоит до всего остановить невозможно я ставлю 6 ампер все он уже не крутит то есть на пуск таком по что вам для этого нужно это только 2 мощный 12 вольтовый источник питания чтобы был постоянного тока все больше вам принципе для того чтобы что я делал здесь ничего не вырывал ничего не перепаивал я взял два провода давайте мы разберем я вам покажу и вот видите да контакты вот по краям там видно не видно вот здесь по краям находятся контакты и этот такой деревянный клиночек он просто прижимает их вставляет сюда и прижимает контакты сейчас я знаете что сделать все отсоединил и сейчас я отключу вот я отсоединил ты не знаю как там она вот видите пустое два контакта сейчас мы возьмем я все-таки взял аккумулятор вставил на зарядку там не заряжается прошло пролежал он и два кстати слово в комплекте пролежал он уже лет 7 я не пользовался мне просто интересно будет ли он жить скажем так я фонарей закрутил только что дружище ты села ли ты чё там не ну все равно да он 7 лет лежал без подзаряда и он еще жил до я его поставлю еще погоняем пусть позаряжается там будет видно ну вот в принципе в принципе так вот она вся переделка вы видели я только что отсоединил провода, вставил аккумулятор и он работает на аккумуляторе то есть можно купить аккумулятор при желании возможно впоследствии появятся никелевые говорю никелевые литиевые и поставить его сюда и он будет еще в принципе работать, так что никаких особых то есть как переделать шуруповерт без переделок ну для этого нужно всего лишь 12 вольтовый шуруповерт чтобы последствия можно было ну я его и брал с расчетом там ну знаете мало ли что чтобы можно было 12 вольт от аккумулятора автомобильного или там как-то сделать это подключение я его уже брал когда с рассчитывал потому что были там цена незначительная 14-18 вольтового там конечно мощность ну мне как бы как бы я таких шурупов не вращаю не кручусь скажем так ну теперь что у нас по этому шуруповерту не знаю я сколько 2 или 3 года прошло но дело в том что у него вышел аккумулятор сам шуруповертом я доволен прорезиненного такая soft touch вроде похожа да на него такая вот рукоятка вот прорезиненная здесь вот как бы антискольжение по мощности тоже здесь хватает но вот аккумулятор за два года это я вам скажу что я не то чтобы пользовался ими профессионально да то есть я им пользовался вообще очень мало это в первый в первый в первые два месяца как я его приобрел потому что мне было очень неудобно крутить с помощью вот эти провода мне крутить потолок или крутить было гипс к стене вообще неудобно они мотались в общем создавали массу неудоб поэтому я его отложил в сторону занес опять в гараж и пользовался вот этот я купил да он на одном заряде просто бешеное количество шурупов хватало мне увинчивать их просто бешеное я же говорю ну вот как видим срок продолжительности прожил недолго то есть как то потом я реже реже им начал пользоваться потом раз в месяц ну вот на сегодняшний день это спустя уже два наверное года он у меня значит заряжается он сейчас буквально минут за пять раз и все зарядился но посадить его можно все видите срабатывает защита а я его зарядил еще ничего им не делаю да практически только вот проверил то есть практически шуруповерта можно сказать аккумулятора нету я вкрутил им только два шурупа маленьких таких для крепления лампы которая освещает вот я его зарядил крутил два шурупа и видите срабатывает защита то есть уже он никакой аккумулятор на него стоит это полтора ампера значит двухамперный стоит 75 рублей нашими это если перевести в доллары ну в России там все дешевле конечно и значительно дешевле и сам инструмент дешевле хотя люди живут на порядок выше доходы у них на порядок выше наших но у нас почему-то все очень дорого наш же холодильник который едет в Россию можно купить поехать в Россию гораздо дешевле чем мы его можем купить здесь у нас вот такая вот у нас загогулина эти атланты хотя они в принципе такое качество что они никому не нужны значит 75 рублей это получается 35 наверное 37 с половиной долларов получается стоит аккумулятор на 2 ампера это полтора ампера на 2 ампера на этот шуруповерт ну вот в принципе все что хотел рассказать да и еще что значит что я хочу отметить вот это диодовский инструмент я ни в коем случае не не занимаюсь какой-то рекламой там еще чем-то я просто говорю по факту этому шуруповерту уже как я вам сказал наверное лет 7 да еще у меня болгарка есть ей тоже лет 7 и скажите мне пожалуйста если у вас есть какой-то инструмент интенсивно интенсивно пользовавшись болгаркой другого производителя кроме макиты бош там риоби я не знаю кроме знаменитых брендов прожила ли у вас вообще какая-нибудь болгарка интенсивного пользования это в ремонте автомобилей да там она у меня используется при кузовных работах 7 лет интенсивного пользования я хочу показать один один нюанс были у меня до этого болгарки еще например вот болгарка она уже у меня ну она рабочая все но у нее видите вот да у нее круг уже гулял вот здесь втулка стоит я еще не разбирал не смотрел что здесь втулка или подшипник но я скажу что вот смотрите здесь нет абсолютно ни малейшего шата здесь уже она у меня упала раскололся корпус я его смотал скотчем заменил щетки но она работает конечно болгарку нужно заменить но она работает дело не в том что мы говорим дело в том что работает как вы не представляете какие нагрузки она испытывала но у нее даже она работала и шлифовала она и резала и что только она не резала и что только она не шлифовала в то же время у нее редуктор не износился как мы видим я не знаю что там втулка подшипник подшипники стоят только в брендовом инструменте и то не во всем насколько я знаю мы смотрели по моему в Маките стоит тоже втулки уже начали стоять но раньше по моему стояли подшипники точно я сейчас не скажу здесь стоит втулка она у меня проработала три месяца все вот этот диск начал вот так вот играть и я ее сразу забраковал это какой-то стерн да по моему так ну это все китайское дерьмо потому как мы выясняли что такое диод оказывается я не знаю я там не был утверждать тоже не буду но говорят что нету в Смоленске никакого завода диод все это делается в Китае согласен в Китае можно сказать любой инструмент под цену вам подгонят его там под любую цену в 10 в 20 долларов чем больше цена тем естественно больше качества и наклеят вам сюда лейбу какую хотите хотите Мадейн Украина хотите Лас Вегас и так далее производителя вы на свое усмотрение какой хотите такой и выбираете честно говоря когда я покупал 7 лет назад у меня я конечно отдавал предпочтение я не знаю интерскол у меня очень много интерсколовских инструментов в основном это шлифмашинки опять же для работы с кузовом их по моему 2 или 3 сейчас я одну принесу секунду вот одна такая и вторая у меня на половину меньше вот у меня занимает кстати наждачка вот листы стандартные они режутся как-то а эта часть потом если перерезать еще нахуй но она у меня подходит во вторую наждачку тоже не знаю где он изготавливается в России или это в Китае под брендом интерскол делается к чему я больше наверное склоняюсь сейчас все делается в Китае может быть в России я не знаю но пока как бы не подводится что с малинским инструментом я не знаю вот еще есть такая вот шлифмашинка ну я вам сразу скажу что по отзыву о производительности ее в разы лучше чем вот этих вот квадратных площадок то есть она крутится так плюс еще эксцентрик единственное что у меня здесь я уже успел поменять подшипник в ней там видео есть на канале но производительность вот этой шлифмашинки в разы в разы выше чем вот такой то есть что у меня на половинку там в разы отличается по своей производительности я больше отдаю предпочтение при шлифовке но сами видите площадка не та при зачистке больших поверхностей ну как больших естественно больших нужно брать шлифрубанок так при ну более или менее что-то можно подровнять потому как все-таки площадка позволяет вот размеры ее не маленькие такие это какой-то жучок зашлифовать можно допустим и то с большего там уже переходите на ручную чистку ну вот в принципе и все так что никакой переделки шуруповерту делать не нужно вы просто берете два провода вот подсоединяете к контактам как и в моем случае я просто примотал и все при надобности вы можете взять отсоединить ставить аккумулятор и получить назад такой шуруповерт каким вы его приобрели в магазине на этом буду заканчивать все всем пока удачи и до следующих встреч субтитры